Витамин Е. Возникает вопрос, почему витамин Е? Наводящий вопрос, какую музыку мы играем? Еврейскую, поэтому витамин какой? Все понятно. Но, что важно, еврейская культура является такой, востребованной во всех других народах, это уникальный веномен культурный, что возникает вопрос, почему так происходит? Почему еврейскую музыку, например, любят слушать люди абсолютно любой национальности, любой культурной принадлежности? Секрет здесь очень прост. Еврейская музыка, она не замкнута сама в себе, она открыта всему новому, и везде, где проживали конкретные музыканты евреи, они слушали музыку того народа, в котором они находились, они ее воспринимали, переплавляли, обрабатывали, и таким образом получалось вот это уникальное явление еврейской музыки, которую любят абсолютно люди во всем мире. Поэтому главное, чтобы оставаться открытыми и воспринимать культурные веяния снаружи. Тогда получается то, что нужно всем людям. Собственно, это и есть концепция клуба «Витамин Е», которая не ограничивается еврейской музыкой, которая старается показать ее именно вот в этом культурном преломлении. Теперь буклетики, которые вы получили. В этих буклетиках есть тексты тех песен, которые мы будем для вас петь, вы сможете с ними ознакомиться. Здесь есть и текст на идише, в латинском транслите, чтобы его нужно было прочитать, не зная еврейских букв, и краткий перевод на русский. Кроме того, здесь предпослана некоторая теоретическая информация, с которой можно будет ознакомиться на досуге, и здесь составлено множество, которое будет очень интересно. Также здесь вложены небольшие флайеры с анонсом концерта клуба «Витамин Е», который состоится уже послезавтра в клубе-магазине «Гиперион». Но я о нем потом чуть-чуть подробнее еще скажу. Ну а теперь мы перейдем, собственно, к основной части. С самого начала, когда мы планировали эти мероприятия в московских вузах, предполагалось, что будет некоторая небольшая лекционная часть и будет некоторая концернная часть. Лекции мы постараемся сделать нескучной, несмотря на то, что тема, прямо скажем, музыковеческая, не самая простая, может быть, для восприятия, но она касается того, что узнают с вами все, то есть еврейской музыки, поэтому я уверен, что будет интересно. Для начала хотелось бы рассказать по некоторых жанрах еврейской музыки. Вообще, в течение сегодняшнего концерта мы будем рассказывать вам о разных жанрах еврейской музыки. Сначала дойна и фрейлахс. Что такое дойна? Дойна – это медленная, занудная музыка, которая обычно импровизируется солистом на некотором простом монотонном аккомпанементе. Получается ужасно скучно. Вы сейчас в этом увидитесь. Что такое фрейлахс? Фрейлахс – это быстрый двухдольный танец. Сейчас мы вам их продемонстрируем. Наши солисты. Алексей Розов, скрипка. Михаил Блинков, кларнет. Ну и, конечно же, незаменимая басовая поддержка. Михаил Альшулер, контрабас. Ну и что же, приступим. КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, инициатором создания витамина Е как клуба является ансамбль традиционной еврейской музыки Йосеф Капель, который для вас, собственно, сейчас и выступает. КОНЕЦ Такое ощущение, что вы пришли просто, я не знаю, на научную лекцию. Чего вы такие скучные? Чего вы все так всерьез? Я, конечно, понимаю, мы еще не зажгли всего, что хотели. Но давайте как-то веселее. КОНЕЦ КОНЕЦ Так вот, теперь еще чуть-чуть о клезберской музыке. В клезберской музыке, как любой другой, есть некоторые основополагающие принципы. Основополагающий принцип первый. Играть нужно громко. Это на полной всерьез. Действительно есть такой принцип. Играть нужно громко. Поэтому, если вы слышите, что в инструментальной композиции мы вдруг заиграли тихо, это неправильно. Мы должны играть все время громко. Это главный принцип. Иногда мы играем неправильно. Да. Ну, как говорит мой коллега, могу ли я себе позволить иногда дурновкусие? Исторически клезберы не играли в панцовичках. Ну, это уже другая идея. Нет, это уже другая идея. Я в то время считал, что слишком громко играть в узбране. А об этом будет чуть позже. А теперь, дорогие друзья, мы перейдем к вокалу. Сейчас я приглашу на сцену инициатора создания студенческого проекта «Витамин Е» каждому студенту. То есть тому мероприятию, в котором мы сейчас все с вами участвуем. Прошу. Анна Смирницкая. Аплодисменты. Добрый вечер. Я бы поставила сейчас себе слова, но благодаря тому, что у вас есть такой буклет, можно поставить прямо буклет сразу же. Что я вам советую? Кстати, насчет советовки я надо рассказать. Если кто не выключил мобильный телефон, это можно сделать. Идл, Митн, Фидл. Евреи со скрипочкой. Выдержи очень много уменьшительных суффиксов. Вы видите, не «ид», а «идл», а «фидл», да, извините. По дороге под солнцем едут два еврея. Едут они в повозке на стоге сена, потому что им просто нет у них зрения, чтобы по-другому передвигаться. Есть у них только скрипочка, есть у них контрабас. Нет у них больше ничего, но они все равно не унывают. Зачем же расстраиваться, если у нас есть такая музыка, такой клесмер? Идл, Митн, Фидл. Идл, Митн, Фидл. Идл, Мит, Фидл. Ларгя мне-то на баси. О целый валlerde Katя Ходжес Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Леша, стей. Ну, по-нашему, по-профессиональному из трех колен. Вообще, частей, конечно. Леша, изобрать начало, пожалуйста, каждого колена. Изобрать, пожалуйста. А в начале будет фильм? Песня обработка привык. Ну, ну, вот так, 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 так. Все, все, закрой. Изобрать, пожалуйста. Изобрать, пожалуйста, начало, каждого колена. Людей времени. И после этого будет повтор того же самого. Так получается один эпизод, одно колено. Теперь второе, пожалуйста. И потом это колено снова повторяется. Получается цельное колено. И тресечь. И еще раз повторю. В третьем колене очень часто встречается такая фигура, которую мы называем брейк. Это характерное повторение одной ноты. То есть две длинных и потом вот такое дробление. Очень характерный оборот. Очень заводит в танцы. Обычно это кульминация всего номера. Так вот. Сейчас мы для вас исполним этот хостедл. Мы поочередно будем отключаться. Сначала начнется тема у скрипки. Потом пойдет мунисон с кларметом. Потом подключится фактура. Потом подключится контрабас. И таким образом вы услышите, как создается в реальном времени живая флезмерская музыка. А в слемашоке, пожалуйста. Нет, это действительно. В слемашоке, давайте. Стримашоке, давайте. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулака Субтитры подогнал «Симон» 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 Индустрия, что только он сихин ни. Нор-дэ-р-клибинь-гиворн на файра-воле, Вай-а-лен-голе в диктей. Нор-дэ-р-клибинь-гиворн на файра-воле, Вай-а-лен-голе в диктей. Эм-коме, эй-тестирен дам, Измам-моме, фар-койф-н-дештей. Эм-эр-клибинь-год, цей-л, Вай-а-лен-голе в диктей. Эм-эр-дьр-дэ-р-клэх-н- Warren, цей-л, Вай-а-лен-голе в диктей. Эм-дам-эр-кетестер Мишес, Измай-бседе гээс-р-воле, Вай-а-лен-голезен дам, Вай-а-лен-голезен дам. Вай-а-лен-голезен дам, А вайлок не чайно, а в отель кайно. Их, бог, нох и за то, блин, ищет кефир. Эх, тэн, ты маит лету, нещет парагест, Упайл, эх, дабдик лид. Эх, тэн, ты маит лету, нещет парагест, Инен ту, висен финстерн крик. Отдельно хочу заметить, что только что солировавший Игорь Белый является народным певцом, как и Анечка. Поэтому у нас, можно сказать, состав очень аутентичный. У нас поют правильные певцы, которые любят эту музыку. И неправильные музыканты. Чувствуют, чувствуют, под кого копают. Нет, Леша, неправда. Кроме того, именно Игорь является руководителем клуба-магазина «Гиперион», в котором клуб «Витамин Е» проводит свои ежемесячные концертные мероприятия. Является нашим постоянным солистом и, так сказать, гостеприимным хозяином. Так, теперь мы еще немножечко поиграем для вас инструментальной музыке. Уж не перкишки. Да мы его перкишки. Нет, сейчас мы поиграем для вас трехдольную музыку. Четырехдольную музыку вы уже слышали. Теперь мы поиграем для вас трехдольную. Вообще в еврейском музыкальной традиции есть несколько трехдольных жанров. Самый известный это хора. Если кто в курсе израильской хоры на отвечать в артилку, то идите, это совсем другое. Хора это медленный трехдольный женский танец. Есть еще танцы сходные с хорой. Например, гас-никан. Он играет в несколько другом характере и медленнее. Но тем не менее в нем тоже три доли. Есть еще Добрый день и Добра ночь. Чувствуете, откуда название идет? Добрый день и Добра ночь. Сейчас мы сыграем для вас, Леша, скажи как, знаток. Фирм Демихуту Нимахэль. Это что? И не хора, и не гос. И не Добра ночь. И не Добрый день. Ну вот видите, сейчас мы сыграем для вас музыку, которая подходит по критерию трехдольности. Но мы не знаем, к какому жанру она относится. Тем не менее, лично на мой вкус, это одна из самых удачных вообще клезмерских существующих мелодий на три четверца. Поехали. 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 Получало три колена, как полагается. Сейчас Алексей Георгиевич выразительно посмотрел на Михаила Александровича. И Михаил Александрович, даже не глядя на Алексея Георгиевича, сразу приготовился играть. Потому что три колена прошло, идем на повтор, сейчас должен заиграть кларнет. Соло Алексея Розова было в чисто традиционной клесмерской манере. Сейчас последует соло кларнета, оно будет звучать несколько более новаторски, и несколько больше похожее на субтитры. Пожалуйста. Спасибо за вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сейчас будет третье колено сотни манере, догадываетесь, конечно. Это другой подход к клесмерской музыке, более импровизационный, когда клесмерская тема берется за основу, и если хорошее настроение, хорошая публика, можно что-нибудь очень интересное наберутить. Что, собственно, сейчас и было. И сейчас третье колено традиционное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас вообще как-то так получалось С самого начала, когда мы планировали все эти проекты Мы планировали, что будет какой-то рассказ о жанрах Какие-то песни И мы сначала выписали в столбик основные жанры, как полагается, еврейских песен И стали смотреть из нашего текущего репертуара, какие песни к каким жанрам подходят И ни одной нормальной песни, подходящей к жанру, не получилось Например, песня о любви Борщ Потрясающая песня о любви Или, например, песня Рейзла Тоже прекрасная песня о любви Там такой молодой человек Что, в общем, только такая очень юмористическая песня, прямо скажем, получилась Вот Колыбельную хотели показать Роженька Смитмангл Да, оперная ария В роли Колыбельных Ну а теперь давайте еще раз посмотрим на рабочие песни Игорь Белый споет нам марш безработных Рабочая песня Здорово Айцвай драйфир Вот мы и безработные Мы шагаем по улицам, будто богатые бездельники Наши инструменты месяцами ржавеют на фабриках Живем мы без одежды, без родины Земля наша Постель наша, это голая земля Пьем мы чистую воду, будто богатее вино Целые годы Нет, года мы работали трудно и тяжело И что же нам за это будет Только голод, нищета и безработица Раз, два, три, четыре Вот так мы и маршируем Безработные шаг за шагом И поем песню о далекой стране Где не будет никакой безработницы И где всем хватит работы В этом новом прекрасном мире Один, два, один, два, три Сем' для шага, Сен шет фес Гэби ми ар-робен газ Виде куире, пустон, бас Виде куире, пустон, бас Раз, два, три, четыре Арбитлузе сынен мир Огнабегет айн Унсер пэт, эрд и леир Адкметики, пист Тойназ същьмет, ядер пиисен Пассен в миниг, ирин Вай Kissен мир и сиха раин Kissен мир и сиха раин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас Игорь о ней расскажет Я не могу про нее рассказывать Хорошо, можно просто собрать Ее можно просто спеть и представить себе, будто это какой-то перевод, видишь? Я забыл, она же на русском Вот до чего идешь домой Айвэй, шли через левое плечо, плевали осторожно Айвэй, айвэй Субтитры создавал DimaTorzok Айвэй Айвэй Я помню лет, месяц на ограде, струсовок военных через сенью А третьего мне разрешали Айвэй 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 Спасибо, Лена Что-то надо сказать Мазл Что-то надо сказать Мазл Нет, мазл только можно сказать Что-то надо было еще сказать А что? Да, еще чуть-чуть о клетмерской музыке Благодаря тому, что мы имеем возможность у Игоря Белова выступать ежемесячно На концертах в клубе Гиперион И благодаря тому, что Алексей Ерозов наш замечательный звукорежиссер Кроме того, что скрипач Каждый раз с невероятными трудностями Ну, потому что, представляете, столько железа на себе вести И все это распаковывать, настраивать Вот, конечно, памятник при жизни, как говорится Благодаря тому, что Алексей Ерозов каждый раз не ленится все равно все это делать Со всех концертов в клубе Гиперион Нам удалось собрать музыки Профессиональные многоканальные записи На компакт-диск Который так и называется Лучшие концертные записи Витамин Е Вот Этот диск, который пойдет в подарок По поводу идишских заданий Ну, и также существуют у нашего коллектива Йосов Капельи два компакт-диска Которые так называются Йосов Капельи При желании их у нас можно приобрести Помимо витаминов Е Ну что ж, дорогие друзья Теперь мы Все разговаривали, разговаривали Давайте мы для вас напоследок, как следует, поиграем Сейчас прозвучит Булгар Ещё один быстрый двугодольный танец Соло Михаил Ленинков Какой Булгар? Ещё один быстрый двумок СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!